Здравствуйте, меня зовут Николай Павлов, я тренер и эксперт по продукту Microsoft Office и по Excel в частности, а также автор сайта planetxl.ru и книги Microsoft Excel «Готовое решение. Бери и пользуйся», где вы можете найти много приемов, фишек и хитростей по работе в этой программе. В этом видеоуроке я хотел бы наглядно показать вам пару способов извлечения всех имеющихся элементов из списка по определенному условию. То есть что-то вроде функции WPR, но извлекающие не первое найденное, а все значения, которые имеются в нашей таблице. Рассмотрим следующий пример. Предположим, у нас есть вот такая таблица с номерами заказа в первом столбце и товарами, которые входят в эти заказы во втором. Как видите, несколько товаров могут запросто входить в один заказ. Номер заказа, который нам нужен, задается в желтой ячейке E2. В зеленых ячейках нужно получить все товары, которые входят в этот заказ. В данном случае для третьего заказа это яблоки, лук, манго и авокадо, которые подсвечены в списке при помощи условного форматирования. Если вы работали с функцией WPR или VLOOKUP в английской версии, вертикальный просмотр, то должны понимать, что она в данном случае не поможет, поскольку вытащит только первое встретившееся значение. В нашем случае это будет слово «яблоки», а до остальных просто не дойдет. Что же делать, если нужно вытащить все, которые есть в таблице? Первый способ решения нашей задачи состоит в использовании формулы массива. Поскольку это не совсем простая штука, зайду издали для лучшего понимания. Предположим, справа от таблицы в соседнем столбце я введу следующую формулу. Я проверю при помощи функции «если» что за номер заказа в данной строке. И если этот номер заказа соответствует тому номеру, который указан в желтой ячейке, в данном случае надо не забыть нажать на F4, чтобы закрепить его и при копировании формулы вниз ссылка на желтую ячейку не сползала. Вот если номер заказа для текущей строки равен номеру заказа, выбранному в желтой ячейке, то я хочу вывести номер текущей строки. Возможно, вы знаете, в Excel есть простая функция, которая называется «строка». По английской версии, соответственно, row. Эта функция выводит номер строки для любой заданной ячейки. В данном случае можно взять любую ячейку в этой строке. Например, соседнюю ячейку с товаром. Закрываю скобку для функции строка, закрываю скобку для функции если. Нажимаю на Enter, получаю номер строки и протягиваю формулу вниз на весь список. Что мы видим? Для тех товаров, которые входят в нужный нам заказ, в третий заказ, мы видим номер строки. Второй, девятый, одиннадцатый и двенадцатый. Для всех остальных функция, если, поскольку условие не выполнилось, выдала логическое значение «ложь». В английской версии это будет слово «false». Соответственно, теперь нам остается из вот этого выделенного диапазона с номерами строк и логической ложью извлечь только цифры. Если мы сможем это сделать, то мы будем знать номера строк. И потом по этим номерам можно будет извлечь из толпца товар ячейки, которые находятся в этих позициях. Причем, поскольку первая строка в нашем списке это шапка, то есть таблица фактически реальной данной начинается со второй строки, я бы добавил к этой формуле еще и минус один. То есть от номера строки вычел бы единичку для того, чтобы получить более корректный номер строки. Вот теперь смотрите, первые яблоки, да, восьмые, десятые, одиннадцатые у нас с вами лук, манго и авокадо. Теперь, как извлечь из этого списка только числа, игнорируя логическое значение «ложь». Нам это нужно будет как раз в зеленых ячейках. Давайте я рядом с зелеными ячейками введу просто порядковые номера. Для удобства потом, естественно, можно будет это и спрятать. И использую простую функцию в Excel, которая называется «наименьший». В английской версии она звучит как «small». У этой функции два аргумента — массив и порядковый номер элемента, который мы извлекаем. Фактически эта функция тоже действована функцией «min», «min», «minimum». То есть она извлекает наименьшее значение, но только не первое наименьшее, как «min», а второе, третье, пятое, восьмое. То есть первый аргумент — это массив проверяемых ячейок, а второй аргумент — порядковый номер в рейтинге элемента, который мы хотим извлечь. Соответственно, если выделить в качестве массива наш добавленный столбец, не забыть его, закрепить долларами, и в качестве второго аргумента указать как раз вот ту самую ячейку с номером, которую я справа добавил. Тогда мы извлечем в первой ячейке самое наименьшее число, первое наименьшее, во второй ячейке второе наименьшее, восемь, в третьей ячейке третье, наименьшее число — 10, 11 и так далее. Ну и, естественно, для тех ячейок, в которых уже нет значения, будет выдаваться ошибка «число», потом мы ее спрячем. Итак, мы уже близки к финишу, поскольку номера строк мы знаем. Теперь осталось вытащить значение из столбца «товар» по заданным известным нам номерам строк. А это как раз может запросто сделать функция «индекс». Давайте я ее допишу вот здесь вот перед функцией «наименьший». «индекс». В этой функции в самом простом варианте два аргумента. Массив, из которого мы извлекаем значение. Это наименование, закрепленное, опять же, долларами. И второй аргумент — порядковый номер строки, из которой мы извлекаем значение. А это нам будет вытаскивать функция «наименьший». Закрываю еще одну скобку от «индекса». Нажимаю на «энтер». Получаю яблоки как первый товар в третьем заказе. Протягиваю вниз и получаю все остальные товары, которые входят в этот заказ. Итак, надеюсь, теперь общая логика этой формулы вам понятна. Теперь давайте попробуем это все убрать. И реализовать в виде одной единственной формулы, не используя промежуточных столбцов и вычислений. Поехали. То же самое, но сворачиваем, вкладывая друг в друга и устраивая такую матрешку многоуровневую. Итак, сначала нам нужна функция «индекс», если помните, которая должна извлечь из списка товаров, закрепленного по определенному номеру элемента. Номер элемента будет определять функция «наименьший», внутри которой мы как раз и будем использовать массив логических значений номеров строк, которые будут создаваться при помощи функции «если». Если номер заказа равен тому номеру, который выбран в желтой ячейке, то выдай мне номер строки из столбца «товар». И если помните, мы добавили минус один, поскольку первая строка у нас с вами шапка. Закрываю скобку от функции «если» и добавляем порядковый номер, который извлекает функцию «наименьший». Если помните, первый, второй, третий, четвертый, пятый и так далее, позиция в рейтинге, для которой функция «наименьший» извлекает самое маленькое число. В нашем случае это «е6» как раз без долларов. Закрываю скобочку от функции «наименьший» и закрываю последнюю скобку от функции «индекс». Вот такая вот конструкция. То есть, по сути, все, что мы с вами делали перед этим, просто красиво уложенная в одну длинную формулу. Принципиальная разница по сравнению с предыдущими расчетами состоит в том, что в конце ввода этой формулы нужно нажать не на «Enter», а на «Ctrl-Shift-Enter», чтобы ввести эту формулу как формулу массива. Обратите внимание, что в строке «формул» добавились фигурные скобки. Их не нужно вводить руками, они добавляются автоматически. Мы получили наши яблоки и протянем формулу вниз. Все замечательно работает. Можно немного модернизировать нашу функцию для того, чтобы перехватывать ошибки и не показывать их в зеленых ячейках. Для этого можно использовать, например, функцию, если ошибка появилась, начиная с 2010-й версии, и она перехватывает, она заменяет ошибки, если они вдруг возникают, на то значение, которое указано в качестве второго аргумента этой функции. Ну, можно либо ноль, либо в данном случае, поскольку это текст, пустые кавычки, например, вывести, без пробела между ними. Точно так же нажать, не забудьте, да, на Ctrl-Shift-Enter, протянуть еще раз поверх исправленную формулу, и тогда вместо ошибок у нас с вами просто пустые ячейки. Теперь, если менять номер заказа, то мы видим именно те товары, которые в него входят. Не самая простая формула, но тем не менее она работает. Второй способ решения нашей задачи заключается в использовании макрофункции VLOOKUP3, которая входит в пакет, в надстройку PLEX всех последних версий. Очень важно помнить, что функция VLOOKUP3 должна вводиться как формула массива, поэтому нужно выделить сразу все зеленые ячейки с запасом, с результатами, и одна функция будет их все рассчитывать, заполняя весь массив. Давайте введем ее через строку формул, хотя, в принципе, это можно сделать и на вкладке PLEX при помощи библиотеки функций. Итак, вот она, VLOOKUP2 и VLOOKUP3, нам нужна третья, выбираем ее. Чтобы из вот такого, кстати, состояния, то есть ввода функции в строке формулы, попасть, перейти в окно ввода аргументов, иногда это более удобный способ, можно нажать на клавиатуре сочетание клавиш Ctrl-A. В этом случае сразу хорошо видны четыре аргумента нашей функции. Таблица, аккуратно выделяем всю таблицу, можно не закреплять долларами. Порядковый номер столбца, в котором производится поиск, ищем мы в первом столбце в нашем случае. То значение, которое мы ищем, а это номер заказа, вот он из ячейки Е2, и номер столбца с результатами. В нашем случае это второй столбец, именно из него нужно выдать результаты. Дальше нажимаем, важный момент, не на ОК, не на Энтер, а Ctrl-Shift-Enter, чтобы ввести эту функцию как формулу массива. И получаем примерно то же самое. Никаких сложных формул и функций, одна встроенная макрофункция из настройки Plex, если, конечно, она у вас установлена. Вот так, когда знаешь, все просто. Приходите на наши тренинги по Microsoft Excel, сложным формулам, формулам массива, кстати, и другим программам пакета Microsoft Office, которые мы проводим для компаний и частных лиц. Подробности на сайте Планеты Excel в разделе «Тренинги». Ну и следите за нашими новостями в Твиттере, на Фейсбуке, на нашем канале YouTube и по RSS. Продолжение следует...